Продолжение следует... Выделим в них обращение. Друзья мои, прекрасен наш союз. Прощай, свободная стихия. В последний раз передо мной тыкатишь волны голубые и блещешь гордою красой. Обращение. Это слово или сочетание слов, называющие того, к кому обращена речь. Обращения бывают как именами собственными, так и нарицательными. Сравните. Обращение, как и подлежащее, выражается существительным в именительном падеже. Подлежащее входит в грамматическую основу. Отсказуемого можно поставить вопрос к подлежащему. Обращение не входит в грамматическую основу. К нему нельзя поставить вопрос отсказуемого. Чтобы не было пунктуационных ошибок, необходимо уметь различать в предложении обращение. Трудности обнаружения обращений обусловлены многими причинами. Способом выражения обращения, местом его в предложении, возможностью смешения обращения с подлежащим. Легче всего обнаруживается обращение, если им является имя, отчество и фамилия. Чаще обращение не бывает замечено, если оно указывает на именование лица по роду занятий, семейным отношениям. Много неточностей при определении обращений, если обращение выражается неодушевленными существительными или вместо существительных используются другие части речи. Будьте внимательны при анализе предложений. В тексте из повести временных лет сказано «Пойди, княже, с нами». Перед нами слово «князь» в форме устаревшего падежа русского языка, который назывался «звательным» и употреблялся при обращении. Сохранился он в некоторых славянских языках, например, в украинском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова